МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Деловые факты. Сейчас подведу итоги дня. 83% рыбы на российских прилавках отечественного производства. Таковы данные Росрыболовства. Как посчитали ведомстве, в прошлом году в стране вылудных биоресурсов увеличился до рекордных значений за прошлые 20 лет. Немногим менее 5 миллионов тонн достали из российской акватории. Мы спросили у краснодарцев, какую рыбу они видят больше на прилавках. Российской или импортной? По-моему, рыба на рынке наша, конечно. А в магазине там не поймешь вообще, где наш, где не наш. Наверное, больше российской, мне кажется. В магазине в основном заморожено. Даже если пишут охлажденная, все равно. Не приедет с океана охлажденная рыба. Она вся иностранная и замороженная. В зависимости от того, какую хочу купить, тогда иду либо в магазин, либо на рынок за живой рыбой иду, за нашей. Мне кажется, иностранной. Почему-то ее доставка обходится дешевле, чем наша отечественная. Вот так объясняю. Приобретаю красную, как бы, в основном, это отечественная. Как оказалось, если живого серебра из России на прилавках и стало больше, то краснодарцы этого практически не заметили. Дело в том, что рыбопромышленники не очень-то рвутся в крупные магазины. Кубанская рыба Азово-Черноморского бассейна, который ведется промысел флотом, это хамса, килька, тюлька, бычок. Более-менее предприятия начали заходить в сети. Торговые рынки хорошо берут. Наши добытчики в Азово-Черноморском бассейне, в принципе, сами не готовы поставлять продукцию в сети. Для этого необходима более глубокая переработка соления или пресервы с разными добавками. Для этого нужны мощности, цеха. Впрочем, предприниматели уже начали развивать производство и закупать новое оборудование, чтобы соответствовать требованиям. Но процесс мог бы идти быстрее, считают аналитики. Крупнейшая кроличья ферма в стране может появиться на Кубани. Предприниматели из Брюховецкого района рассказали, что намерены развивать производство. Этими планами они поделились с губернатором края. Вениамин Кондратьев посетил район с рабочим визитом. Сейчас на предприятии производят 1500 тонн мяса в год. Эту цифру в ближайшее время собираются увеличить как минимум вдвое. Сколько вы рассчитываете себе ставить окупаемость этого времени? Если мы говорим о запуске первой очереди, то это в районе 5 лет. Если мы продолжим строительство и после запуска второй очереди, то сокращение пойдет уже около 3 лет. Соответственно, необходимость строительства четко идет. Чем больше объема сегодня производства, тем быстрее окупаемость проекта. Андрей Николаевич, в голове это не укладывается у многих. Вот здесь нужно, на самом деле, чтобы дошлось сегодня до наших всех сельхозтоваропроизводителей. То есть, особенно тех, кто хочет заниматься, в том числе и животноводством, и в частности крыльководством. То есть, вот здесь, конечно, с вами согласен, что кооперация, она как никогда будет под спорьем. То есть, чем бы они больше, тем они сильнее. Крыльководческий хозяйств такого масштаба в России всего три. При этом, потребность в диетическом продукте в стране огромная, отмечают эксперты. Если в Советском Союзе на человека в год приходилось 2,5 килограмма кроличьего мяса, то сейчас россияне в среднем едят всего по несколько грамм. Краснодарский край вполне может занять эту нишу, считает руководитель предприятия. И если план... Мы сегодня много говорим о альтернативном животноводстве, конечно, и, конечно, кролики мы вводим на первый план. Вот вы оцениваете. Евгений Иванович, вы знаете, тяжело было, когда была одна тысяча кроликов. Когда еще только начинал делать. Но когда работаем в промышленном объеме, когда мы контролируем качество мяса, когда контролируем качество кормов и качество вывода, то есть соблюдаем полностью технологии, на сегодня сбыт полностью обеспечен. И я больше вам скажу, я бы мог продать даже сейчас, в 4 раза больше того, что я имею. Если планы фермеров будут реализованы, Кубань станет лидером по производству кроликов в стране. А то могут ли другие кубанские производители снабжать своей продукцией всю страну, мы спросим у начальника управления животноводства и государственного племенного надзора Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Александра Сергеенко. Александр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Вот мы сегодня целый день слушаем про кроликов. У нас такие очень радужные прогнозы. Мы узнали, что это возможно. Есть ли другие сферы животноводства на Кубани, в которых предприниматели активно развиваются и производство развивают? Прежде всего, мне хотелось поблагодарить вашу программу за то, что вы уделили внимание такой важной отрасли, как животноводство. Безусловно, все направления, которые есть в отрасли на территории Российской Федерации, представлены и в Краснодарском крае. Я должен отметить, что почти 30% всей продукции агропромышленного комплекса в денежном выражении, во всяком случае, представлены продукцией, которая производится на полях, фермах, в том числе и в корпусах, в комплексах, которые производят кроличье мясо. А у нас вкусные кролики? Безусловно. Вкусовые качества не вызывают никаких сомнений. Вы можете попробовать эту продукцию, обратившись уже непосредственно к руководителям этого предприятия, для того, чтобы иметь собственное представление. А вот с началом программы импортозамещения. Насколько, по вашим оценкам, выросло производство в этих сферах на Кубани? Не только в агропромышленном комплексе, но в данном случае и в животноводстве. Есть какие-то цифры? Безусловно. Вот прежде чем у нас стали появляться такие комплексы, комплексы, обладающие на основе современнейших технологий в области производства, те, которые используют нанотехнологии даже, используют искусственное сменение для того, чтобы получать производство, то есть получать потомство. Проводилась огромная работа в Краснодаре для популяризации этого вида животных и для развития этого направления. Мы помним, что всего несколько лет назад численность кроликов не составляла больше 120 тысяч, а объемы производства птичьего, то есть этого мяса, не превышали 1800 тонн, 1700 тонн в год. Сейчас мы готовы накормить мясом этого пушистого зверя почти всю страну. А вот с молочным скотом как у нас дела с поголовьем? Безусловно, мясо кроликов важно, и важно как и в диетическом плане для людей, имеющих некоторые проблемы с пищеварением или со здоровьем. Но все-таки основное направление или основное производство у нас нацелено на то, чтобы поставлять перерабатывающим предприятиям в торговые сети мясо крупного рогатого скота, мясо свиней и мясо птицы. А, к сожалению, всем хорошо известно, в том числе и зрителям, о том, что есть проблемы в свиноводстве, и в этой связи развитие альтернативных свиноводству видов, то есть развитие, уделяется самое пристальное и самое серьезное внимание со стороны губернатора и его команды. Спасибо вам большое. На этой радужной ноте вы нас успокоили. И на этих хороших цифрах мы, к сожалению, с вами вынуждены прощаться. С нами был начальник управления Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Край Александр Сергеенко. Спасибо, что были с нами. А спасибо вам за то, что провели с нами эту информационно-аналитическую неделю на телеканале Кубань-24. Впереди выходные, пусть они пройдут радостно. Увидимся.